Даниил Хармс, Семь кошек. Вот такая история. Не знаю, что делать. Я совершенно запутался. Ничего разобрать не могу. Посудите сами. Поступил я сторожем на кошачью выставку. Выдали мне кожаные перчатки, чтобы кошки меня за пальцы не цапали. И велели кошек по клеткам рассаживать. И на каждой клетке надписывать, как которую кошку зовут. Хорошо, говорю я. Только как зовут этих кошек? А вот, говорят, кошку, которая слева, зовут Машка. Рядом с ней сидит Пронька. Потом Бубенчик. А это Чурка. А это Мурка. А это Бурка. А это Штукатурка. А вот остался я один с кошками и думаю. Выкурю-ка я сначала трубочку. А уж потом рассажу этих кошек по клеткам. Вот курю я трубочку, на кошек смотрю. Одна лапкой мордочку моет. Другая на потолок смотрит. Третья по комнате гуляет. Четвертая кричит страшным голосом. Еще две кошки друг на друга щипят. А одна подошла ко мне и меня за ногу укусила. Я вскочил, даже трубку уронил. Вот кричу. Противная кошка. Ты даже и на кошку-то не похожа. Пронька ты или Чурка. Или может быть ты Штукатурка. Тут вдруг я понял, что я всех кошек перепутал. Которую как зовут совершенно не знаю. Эй, кричу, Машка. Пронька, Бубенчик, Чурка, Мурка, Бурка, Штукатурка. А кошки на меня ни малейшего внимания не обращают. Я им крикнул. Кис-кис-кис. Тут все кошки за раз ко мне свои головы повернули. Что тут делать, а? Все кошки забрались на подоконник, повернулись ко мне спиной. И давай в окно смотреть. Вот они все тут сидят. А которая тут Штукатурка. А которая тут Бубенчик. Ничего я разобрать не могу. Я думаю так, что только очень умный человек сможет разгадать, как какую кошку зовут.